Перед нами образовательный роботехнический конструктор LEGO Mindstorms NXT 97-97. Заглянем внутрь. Под крышкой нас встречают две цветные карточки. На них изображены все детали конструктора, их количество и расположение в финалах конструктора. Эти карточки нам потребуются снова, когда после занятий мы соберем все детали обратно в финал. Оранжевый пенал наполнен деталями серии LEGO Technic. А под ним находится другой белый пенал, наполненный электроникой, проводами и колесами. Но сегодня мы будем заниматься только конструированием, поэтому электроника нам пока что не потребуется. Когда дети приходят на урок робототехники, они думают, что знают о LEGO все. И для них будет приятным сюрпризом обнаружить, что есть еще очень много неизведанного и интересного. И мне не хотелось бы разочаровывать ребятам и превращать LEGO сразу в цифры и формулы. Поэтому мы начинаем с фантазии. Первым делом решим такую задачку. Из небольшого количества деталей нужно построить фантастическое животное. Это будет корпус и шея. Вот появляются ножки. Каждый, конечно, построит животное по своему плану. Оно уже стоит. Осталась голова. Есть. Эдакий круглоух. Больше и не надо. Следующий этап игры заключается в том, чтобы кто-то из других ребят построил такое же животное, не глядя на него и не зная, как оно сконструировано. А автор должен рассказать ему как бы по телефону, какие детальки нужно взять и на какое место прикрепить. Уверяю вас, получится очень смешно. А в конце занятия следует спросить детей, почему так получилось, что было самым трудным. Ответ всегда бывает один. Мы не знаем, как называются детали, поэтому не можем друг другу объяснить. И это хорошая мотивация для того, чтобы познакомиться с названиями деталей. Приступим. Основная деталь конструктора – балка. Балка с отверстиями. И расстояние между центрами двух отверстий называется модулем. Это единица измерения конструктора. Такая балка является гладкой, но бывают и балки с выступами. И у той, и другой балки 15 отверстий. Но гладкая балка называется 15-модульной, а балка с выступами 16-модульной. Также в модулях измеряется длина осей. Оси имеют специфическое крестообразное сечение. И они достаточно свободно вращаются в отверстиях и позволяют закреплять на себе шестеренки. Шестеренки или зубчатые колеса. Шестеренки стыкуются между собой особым образом. И это будет отдельный урок. Далее. Очень важная деталь называется штифт. Штифты позволяют соединять между собой балки. Либо свободно в виде шарнира, либо жестко с двумя точками крепления. Скрепляя балки таким образом, можно получить достаточно длинную и прочную конструкцию. Это может быть шпага, а можно построить башню. Но для того, чтобы сделать башню, потребуется основание и крепление шпиля к основанию. В основании можно использовать еще один тип деталей под названием пластины. Например, эта пластина 2х6 модулей. А для того, чтобы прикрепить шпиль к основанию, использую дважды изогнутую балку и штифты. Обычные черные и специальные синие штифты полуоси. Которые с одной стороны имеют круглые сечения, а с другой крестообразные. Теперь можно закрепить шпиль на основании. И я получил начало башни. Надо сказать, что за урок или за два ребята могут построить башню высотой до двух метров и более. Но здесь действует правило. Можно использовать детали только одного конструктора. Потребуется достаточно инженерной смекалки для того, чтобы эта башня стояла и не падала. Потому что, по второму правилу, нельзя держать ее рукой или упирать ее еще куда-либо. В этот момент мы переходим от сказочного домашнего лего уже к серьезному инженерному конструированию. И через некоторое время с ребятами можно будет решать гораздо более сложные задачи.